Слушай, пару слов скажу про зависимость. Зависимость. Зависимость, пару слов расскажу про зависимость. Зависимость – это, знаешь, как материнский объект, это как грудь матери, из которой льётся тёплое молоко. Как что ли? И зависимость – это, ну вот именно если брать зависимого человека, да, зависимая структура личности, и что у меня время 11.30, и скоро я пойду спать, поэтому я расскажу о зависимости. Смотри, зависимость воспринимается как материнский объект, что-то тёплое, уютное, да, защищающее, хорошо. Как ребёнок воспринимает материнскую грудь, да. Ну вот ещё и говорят, да, там моральная травма на оральной стадии развития. Хорошо, следующий момент, то, что хочу на тему рассказать, проговорить, да, зависимость и неодушевлённый предмет, да, есть, например, эмоциональная зависимость, созависимость, зависимость от другого человека. Это более, да, более, ну, следующий этап развития, то есть более, как это сказать, высокий этап развития, более... Короче, ладно, вечер уже. Как скажу, так скажу. Короче, почему зависимость возникает к неодушевлённому предмету? А так как я много рассказываю про интернет-зависимость, про зависимость от гаджетов, да потому что неодушевлённый предмет, он предсказуемый, захотел, включил YouTube, захотел, выключил, надоело, выключил, хочешь смотреть, включил, делаешь, что хочешь, то есть это как-то поддаётся контролю, а человек, он небезопасен, правильно? Сегодня у него одно настроение, завтра другое, сегодня он там принимающий, завтра он отвергающий, это же как-то не поддаётся контролю, поэтому в качестве объекта зависимости выбирается неодушевлённый предмет, а именно наркотики, алкоголь, гаджет. Как-то так?